Котчинская кадрилья Котчинская кадрилья Корни кадрильи в соседней деревушке Котчина, она и дала название танцу. Тамошний директор сельского дома культуры Марина Колбасенкова с восторгом заприметила этот танец на деревенской свадьбе и задокументировала. По словам старожилов, раньше Котчинскую кадриль могли плясать аж до самого утра. Когда закончены все справы, когда подоены коровы, управлена господарка, тогда и начинали все святые росковые, все гулянки, тогда и танцевал все танец кадрилья. Уже наступал вечер, потом и нож. Танцевали, казали, целыми ночами, как начнусь. Мы танцуем по шесть пар, а тогда и по двенадцать пар. Веска длинная, в одном конце вески танцуете, в другом танцуете. А танцевать тоже под прыжку надо, под прыжечку, вот так. В 2007 году перешла кадриль в Большие озерки. Деревня расположена в очень живописном уголке Белоруссии у двух озер. В былые времена жителей здесь было больше полутысячи. Сегодня агрогородок Большие озерки любовно называют центром озерковского края. Его визитную карточку кадрилью сходу не станцуешь даже опытным танцорам нужной тренировки. Когда начинается вот этот круговорот, можно потерять партнера. Где он, ищешь глазами. Ну, с первого раза не у всех получается. Всего в Котчинской кадрилле 12 колен. Это есть змейка, круг, девочки в круг, мальчики в круг, ручеек, реченька. У нас полкласса танцуют Котчинскую кадриль. Озерковцы искренне любят свой танец и передают молодежи Котчинскую кадриль, как ценное богатство родной земли. Даже самые маленькие приходят в школьный кружок и просят научить их кадрильке. Яркая фольклорная традиция жива радует своим задором самих сельчан и гостей их праздников.